Ну что, спросите меня, каково это просыпаться, поскольку в 7, я не знаю, где мой телефон, в 7 утра, вообще в принципе, я вам скажу, вот так. В общем, я проснулась, я легла вчера в 12, если не позже, я чувствую себя очень странно. Ну типа для меня поспать 7, ну 6-7 часов, я раньше спала и вот сейчас продолжаю спать, типа мне норм. А были моменты, когда я спала и 5 часов, и меньше даже. Один раз у меня случилась депривация сна, это было просто офигенно, и я хочу очень повторить это. Но это невозможно, пока ты ешь термически обработанную пищу, даже если ты ешь... Чего я с ногтем? Даже если ты ешь вареные овощи, у тебя все равно не случится депривация сна. Я обожаю вот это вот. Так, план на день. Какой у меня план на день? Мне надо дождаться курьера, если он, конечно, сегодня приедет, потому что я не знаю. Небось еще расскажет, деньги наличными. А я скажу, у меня нет налички. Че хер, значит, делать. Так, ну что-то я не знаю, какой у меня план на день. Сегодня у нас 14-е. Кошмар, я не знаю, что это. У меня погода такая на улице не солнечная, она меня расстраивает. Сегодня четверг. Если сегодня четверг, значит, завтра тоже рабочий день. И собака тоже здесь. Че-то у меня такое странное состояние. Сачку надо выпить. Я вспомнила, во-первых, че тут за звук странный. Во-вторых, мне надо разобрать постиранное очень классно стиральное машино. Как это сказать? Laundry. Ну что, флоктопер на английском делаем? Разобрать надо стиралку. Я вчера вещи постирала. Точнее, ночью они постирались. И мне надо их разобрать. Вот моя одежда. Надо куда-то у вас поставить. Я помогу вот сюда. Потому что, ну, вы сами знаете, что я без штатива. Сегодня. Возможно, всегда. Hello. Как говорится. Еще у меня есть идейка. Идейка не новая, но я сейчас сделаю. Просто гений инженерной техники. Не дай бог она наебнется. Вот не дай бог. Не дай бог. Ну что, ребята. Вы бы видели просто, как сейчас у меня стоит камера на импровизированном штативе. Вот так вот. Сейчас я все развешу. Просто... Что происходит? Я развешиваю вещи. Сейчас вы все здесь увидите, как я это развешу. В общем, погода такая фиговая. Мне кажется, вот вчера было солнце. Сегодня солнца уже не будет, к сожалению. Вы не представляете, как мне хочется какой-нибудь в тропике. Ну, наверное, представляете. Если вы, например, со мной дружите и смотрите это видео, то я, наверное, уже всем сто лет назад сказала, что Саша хочет жить в тропиках. И вот в этой вот трясине не хочется быть. На самом-то деле. Ну, как бы ладно. Кто я, чтобы жаловаться? И вообще... Ну, поняли. Так. На самом деле вещей-то не так уж и много. У меня здесь пара штанов, футболки мои, в которых я сплю. Вот. И как их называют? Так, еще раз, два, а, ну и три, все. Шорты. Шорты есть одни тоже. А собака-то где? Ладно. Ладно. Ничего страшного. Мне кажется, что вечно где-то там бегает. Вот еще шорты. Куда бы их повесить, то уже места нет. В общем, этот влог... Влогтопер называется... Я сделала стирку. Я умею мыть посуду. Это резюме для сайта знакомств. Я умею стирать. Я умею мыть посуду. Ну, борщ, бля, только веганский могу сделать. Кстати, веганский борщ очень классный. Я как-то ела, мне понравилось. Куда б ешь, то вот это вот. Ладно, блин, сейчас повешу. С краю. Или вот сюда. Все. Понимаете, вот на этой вот фиговине у меня стояла камера. Так. Ну что? Смотрите. О, да-да-да. Это все, в чем я хожу. Просто зачем другие вещи, если можно ходить в черном? Типа, черный это самый счастливый цвет. По моему скромному мнению. Так что, да. А, и форточку надо открыть. Чтобы оно здесь не стухло. Я имею в виду постельное... Точнее, не постельное, надо сказать. Ну, вещи все мои. Да. Вот так. Поэтому такие вот дела. Я довольна. Е-е-е! Одно дело в копилку! Уже одна из постоянных рубрик в моем инстаграме, что я показываю, какой сок я пью. Здесь у нас яблоко и одна, внимание, груша. Потому что я делала сок из груш не так давно, и я одну забыла, видимо, в холодильнике. И вот я сделала. Он немножко уже окислился, поэтому у него такой цвет, но он очень вкусный. Прям очень классно. Кстати, зацените, какие тут у нас на кухне растения. Очень классные. Прям благоухают, но не цветут. Да. Очень хороший сок. Немножко кисленький, как я обычно говорю, потому что это яблоки. Ну и, в общем-то, да. Если вы хотите почувствовать себя лучше с утра, начните его с чашечки сока. Я-то пью много, потому что, ну, мне нравится, и у меня все нормально. Вот. А батя у меня боится, короче, пить много сока, говорит, мне много нельзя. Я такая, окей. Так что, да, вот такие вот дела. У меня только один вопрос. Почему курьер не приезжает? У него еще есть, я сейчас посмотрю, сколько. Сейчас докопаемся до правды. У него есть полчаса. У него последний крайний срок, это 15-20. Сейчас 14-52. 28 минут у господина Феликса. Да, моего курьера зовут Феликс. Я уже поорала в Инстаграме, что, типа, а можно приедет кое-кто другой. Хотя я сейчас небольшой фанат корейской музыки. Раньше слушала очень много. Сейчас, типа, ну, норм, некогда сейчас музыку слушать, работая вагон. Ну, так вот, какого хрена? Почему так долго? Я не понимаю, мне надо идти, мне надо идти с собакой, мне надо идти в магаз и на почту мне надо. Но пока он не привезет мне ебучие конверты, я не могу пойти на почту. Это просто сейчас впервые за весь этот блоктовер я перезаписываю это дерьмо уже во второй раз. Короче, я сняла белье с сушки, и сейчас, пока я его складываю, я вам расскажу, что сегодня было. Короче, сегодня должен был бы, должен ебать, у меня вот на этом просто затык. Сегодня должен был приехать курьер. В чем проблема? Почему я не могла это сказать? Короче, сегодня должен был приехать курьер. Он приехал, я вам сейчас покажу, что он привез. Вы будете в шоке. Он привез конверты! То есть... Ну, вы поняли, это вот, это вся стопка, здесь, блядь, 90 штук. И там еще сколько? 900. Да. Господи. Я не знаю, что мне с ними делать, но батя сказал, я у тебя возьму немножко. Я такая, amen. Пока я складываю белье, я рассказываю. Да, у меня были проблемы с этим курьером, потому что он позвонил мне с незнакомого номера. Я такие набираю, номера вообще не беру. И, короче, я ему когда-то звоню, говорю, а вот, здравствуйте, вот такой-то заказ, вы вообще где? Потому что там уже было время просрочено, когда он должен был приехать. И он такой, а я вам звонила, вы не взяли трубку? Я такая, бич, типа, мисс Кузи, что за, что происходит? Я такая, я говорю, а это почему? Он такой, ну, вот, я вам звонил. Я говорю, ладно. И он сказал, что давайте я вечером вам завезу, я так без проблем, все норм. В общем, приехал, все нормально. Я думаю, ну, ладно, окей. Ну, и что вы думаете? То у него не работал терминал. То есть мужик, вообще мужик нормальный. Я поорала уже в Инстаграме сегодня, можете зайти, кстати, посмотреть, пока эти истории не удалились еще. Вот. Абсолютно вежливый, кстати, очень вежливый, адекватный. Мужик только сигаретами от него пахло. Ну, ладно. Это уже вторичные всякие штуки. Вот. Просто у меня теперь вся комната будет вонять сигаретами, потому что от коробки пахнет. Но я думаю, я ее просто переставлю и все. Вот. Очень вежливый, очень, ну, да, вежливый. Полит. Хороший мужик, но все, что-то не работает, что-то у них там с сервером, значит, терминал не работает. Я говорю, давайте я вам переведу на карточку. Он такой, давайте. Говорит, Сбербанк онлайн. Я говорю, у меня Тинькофф, но я переведу. Все окей. Комиссия, блядь. Просто я такая, ладно, окей. И он такой мне говорит, ну, давайте я вам... Ребят, 30 рублей комиссия. Я уже сказала в Инстаграме, что да, я обнищаю, если у меня не будет 30 рублей. Это просто... Это дело принципа. Я такая реально в батю. Ну, ничего я не могу с собой поделать. Ладно, окей. Многие скажут, да ладно, относитесь то и проще к деньгам. Я говорю, я не могу. Реально я не могу проще относиться. Шорты недосохли, чуть-чуть влажные. Ну, да ладно. Вот, я про себя думаю, блин, ну, конечно, я же обнищаю. И он такой говорит, ну, ладно, давайте я вам верну разницу. Я такая, окей. И, в общем, он такой говорит, у меня есть 23 рубля. Я такая говорю, ладно, давайте. Он мне их дает. И потом говорит, все, вы меня ограбили. Я такая, типа, чел, у тебя у самого не подключена система быстрых платежей. Вообще, о чем речь? Вот, я сказала такая, ха-ха. И все. Этот чел ушел, и я просто думаю, ладно, окей. Вот, и вчера, короче, еще, я не знаю, я говорила про вчера. Вчера курьер, я была на уроке на испанском, и у меня это через дорогу. Вот, то есть, он позвонил, когда я была на уроке, и он сказал, что я уже на этаже, я такая тоже мисс Кузи. Вот эти вот курьеры, их вообще не поймешь. Что с ними не так? Почему? То они приезжают вообще не позвонив, не предупредив. Типа, ребят, у вас вообще все нормально с головой. Кстати, зацените, я в брючках. Ну, конечно, вы не видите. Вот, брюки супер, их надо разнашивать. Сто лет их не надевала, и вот влезла таким. Я, короче, не понимаю, что с этими курьерами. Я уже второй раз говорю. Я сама работала курьером, и я всем звонила за час. То есть, никому неудобно, когда ты звонишь и говоришь, я буду через 15 минут. Людям неудобно, понимаете? Людям удобно, когда ты говоришь, я буду через час, чтобы они могли свои дела просто, ну, как-то, что-то сделать с делами, и все. Шпить захотелось. Ну, в общем, вы поняли, что я такая злая. Вот, и сегодня день какой-то просто конченый. То есть, сегодня дождь льет практически весь день. То есть, я помыла собаку, и все норм. Но просто вот эта вот вся атмосфера, как это сказать, атмосфера депрессии, безнадёги и прочего, и прочего, меня это расстраивает. То есть, уже без солнца как-то не чувствуешь, что нормально. Вот, поэтому надо сваливать, я не знаю. Это просто какой-то кошмар на самом деле. И я как пойму, что сейчас мне ещё здесь сидеть какой-то промежуток времени, я просто думаю, ну, ладно, мы можем заняться какими-то другими делами, абстрагироваться, вот, и на следующей неделе уже, наверное, будет мне полегче, потому что я привыкну к этому пейзажу. Дома всё нормально. То есть, если я сижу дома, мне ок, я могу свыкнуться с этой погодой. Потому что у меня есть дела домашние, то есть, меня это как-то занимает. Вот, но когда я выхожу на улицу, и я просто вижу всю эту грязь, слякоть, у меня ноги сегодня ещё промокли, потому что моя босса обувь не предназначена для того, чтобы ходить по мокрой траве. То есть, я могу ходить по мокрой траве, но нет гарантии, что мои ноги не промокнут. Ну, в общем, вы поняли. Вот такие вот дела. То есть, день сегодня максимально, я злющая, и, я не знаю, меня раздражают курьеры. Вот из всех вот этих вот видов логистики курьерская доставка меня больше всего раздражает. Ещё ни разу не было, чтобы люди нормально делали свою работу. То есть, я не понимаю, чего ими движет. Опять же, сегодняшний мужик, всё нормально, то есть, ничего не грубил, очень положительно настроенный. Вчера, чувак, тоже всё нормально, просто они приезжают не вовремя и не сообщают, что они едут. То есть, это ненормально. Ладно, я помандела, я сейчас пойду делать испанский, потому что у меня завтра урок. Что из-за того, что у меня сегодня ужасное настроение, я не сделала испанский. Я его сделаю завтра утром, потому что сегодня я уже всё, я не могу. Я очень сильно хочу спать. У меня сейчас продуктивность просто вот с утра, она вот такая вот, под конец дня просто всё плохо реально. Я себя чувствую просто. Мне ещё горло першит, меня это раздражает. Вот, у меня форточка открыта, и там дождь, видимо, поэтому. Ну и что. Да, день влоктобера прошёл, и я вам сейчас это смонтирую, и просто, да. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, завтра будет не такой ущербный день. Я даже не знаю, как назвать этот влоктобер, честное слово, как эпизод. Хорошо. Всем доброй ночи, доброе утро, если вы это смотрите утром, и да, пока.